Завтрак! Завтрак у меня сегодня. Блин, гороховый суп, ну нравится мне, ну почему бы и нет. На копчёности, сваренной мной лично, бутер-сыр с батоном, ну и чай, без растворимого кофе сегодня. Он кончился. Надо будет сходить. Где мой коньяк? Да. Кстати, да, кстати, да. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Блин. Я думала, у меня муж вкусно варит гороховый суп. Не, не вкусно. Ну, в смысле, мы вкуснее. Не хочу ничем обидеть. Димин суп, но мы вкуснее. Лёвка уже налупился. С утра блинов и ушёл на улицу. Блин, что рассказать-то хотела? Вчера такой смех был и грех. Я, конечно, не знаю, Правда это или нет, но, по-моему, меня разыграли. Ну, реально меня разыграли. Пишет, короче, мальчик. Ну, как мальчик, 99-го года рождения, уже не мальчик. Пишет, Кира, у тебя есть что поесть? Я, в смысле? Он говорит, я 7 дней ничего не ел. Только чай пил. Дай, пожалуйста, мне что-нибудь поесть. Я не поняла. Вообще, я смотрю, листаю фотографии человека. Понимаю, что есть-то есть. Что, наверное, ну, как так? Как это так? Нет, ничего есть. Думала, на ситуации всякие разные бывают. Потом я слышу голос. Голосовые мне сообщения отправляют. Это всё ВКонтакте. Как положить-то? Голосовые сообщения отправляют. Это всё ВКонтакте происходит. И у меня почему-то не покидает мне чувство о том, что меня разыгрывают. Прям не жёстко, ничего такого. Ну, по-доброму не прикалываются. Знаю, как бы я тоже человек такой, что любой прикол поддержу, почему бы и нет. Это копчёная косточка свинины, ребрышки. Кстати, копчёная из магазина. Это не дымом коптят, коптят в этой фигне. Я думаю, ладно, приходи, дам и поесть. Положила вот ему в контейнер тоже горохового супа, потому что вчера выварили, да? Горохового супа, вот бутерброда с сыром, с маслом только ещё, и яблочко. Приходит абсолютно нормальный человек. Не видно у него признаки. Я шесть дней просто ела, не ела. Помните, какая я была? И вот такая. Это что, за сос? Не, показалось. Это не засос. Что-то мне ночью засосал кот, наверное. В общем, приходит в абсолютно нормальный человек. Не в голодном обмораке. Абсолютно адекватный. Улыбается. Здесь всё-таки меня разыграли, наверное. Ну, контейнер хоть отдадут, нет, не знаю. Вообще филантроп, альтруист и прочие функции иногда человеку не мешают жить, нет. Хотя в моей ситуации нет, не с этим мальчиком. В моей ситуации на самом деле мешают жить. Миром всё-таки правит эгоизм абсолютно. Кто эгоистичнее, кто наглее, кто счастливее. Это прям вам говорю сто процентов. Хотя, хотя кормушник кто не открывал, не отменял. Да, кот? Лежит такой, смотрит. Карма, она такая. Как даст больно потом. Не дай бог никому. Торт сейчас ещё домазать. Я хотела мазать торт, но потом поняла, что я ещё не ела. Домазываем торт. И надо уже праздновать, начинать. Ну, как праздновать? Чай пить? Собраться с семьёй? Все дела? Вот и сего. Чтобы всем было офигенно, весело и запомнился этот день. Почему-то всё это трудно, как будто оранжевое. Подружка сегодня написала. Давно не виделись, говорит. Я говорю, мы с тобой не виделись давно. Это позавчера. Но я уже скучаю. Короче, надо встретиться будет сегодня. Наверное. Не знаю. Лёвкий день рождения. Как это всё пройдёт? Лёвка так и заправляет постель, как я показывала. Подружки просто сверху положила, пошёл. Афигация пролёт. Но ребёнок золотом. Всё умрано, всё на месте. Ладец. Я вспоминаю свои 15 лет. Во-первых, у меня только на потолке плакатов, наверное, постеров не было. Там было и Бритни Спирс, и Кристина Гиллера, и Децл, и Бэкстрит Бойс, и Эн Синг, и Зефира, и Король и Шут. Вообще все журналы Култ Гёлл, журналы Ну, блин, я уже не помню, журналы как назывались. Короче, журналы покупались и летели вот эти вот постеры. Все собирались, собирались, покупались, ими все менялись. Что-то такое происходило, всякая движуха. У меня еще был стерлоскопа, вот такая старая советская установка, серый такой железный ящик, и там такие плафоны, 10% зарядки, и там такие плафоны, и они горели цветом синим, зеленым и желтым. В общем, они стояли, у меня была вся комната расписана, и бардак там был колоссальный, просто срач. Да, было у меня в комнате, как сейчас такое, у меня отошло. Валялось все и везде. То есть, приходила со школы, вот это вот все кидала, куда-то зашвыривала, переодевалась в свои вот эти вот гулянческие вещи и уходила. Тут же, тут же пили, ели, оставляли с девчонками, на подружки приходили, тут же посуду оставлялась. Тут же все это, любовные какие-то письма, записки, вот это вот все, тетрадки, все это писалось, дневики велись. Было еще невероятное большое множество, кассет. Видео и аудио. Причем, я человек-то еще творчески была всю дорогу в детстве. У меня не было на все это времени даже, что я вам сейчас рассказываю. У меня это было, но у меня даже анкеты вот эти, помните, бестолковые. там, сколько тебе летом, тысяча вопросов написано. Анкеты, которые вечно у меня лежали с топками. Это не мои, это мне дали заполнить. Я, конечно, заполню, и они лежат, лежат и лежат. Потому что приходила со школы агитбригада, баскетбол, музыкальная школа оттуда, отводилась, слава богу. И вот это вот все. И это было настолько много, настолько насыщенная и интересная жизнь, что я даже, даже немного скучаю. И вот эти вот постоянные срач дома. Да, вот в моей комнате на самом деле так было. Какой-нибудь придешь к девчонке в гости, блин, все на месте, все разложено, смотришь, клево, клево. Смотри, только думаю, вообще классно. Я завтра так же сделаю. Мне завтра так же будет порядок везде. Пять раз у меня завтра будет порядок везде. Конечно же. Конечно же, порядка у меня пять раз не было. У меня наводился порядок со скандалами от родителей. Мама на меня ругалась. Типа, какого хера? На-на-на, ты девочка, ты что творишь? У тебя тут это, у тебя тут то, у тебя тут, блин. Угу, 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 угу. Скандал, ругань. В итоге там со психами в слезах, в соплях я это все делала, убиралась, я не довидя тихо родителей у себя где-то там в душе. Ну, по факту-то, на самом деле, убираться надо, я виновата была. Это я признаю. Мы убираем, там мы все делаем. Меня уже само бесит, если что-то вот валяется. Сейчас вот кошачью шерсть вижу на полу, или собачью. Надо пылесосить опять. Есть у меня такая фигня теперь. Теперь у меня теперь у меня заходы, как это все убирать. Да. Кот щемит лежит, я не могу. Ну что, друзья мои, приятного всем аппетита, пойдемте мазать торт, торт и праздновать день рождения. Продолжение следует...